Всем привет! Проведу пару замеров продуктов питания. Тестировать будем на радиоактивное излучение, бета и альфа. Значит, вот пробы разные. Это грибочки, три гриба. Очень мало, всего три кусочка вот таких, зато сухих, плотных. Гамма-спектрометром я уже проверил, но этого недостаточно. Нельзя замерять только гамма-спектрометром одним, потому что он слепой к бета и альфа-излучению. Бывает такое часто, что продукты питания загрязнены и фонят только по бета-излучению, либо по альфа. А гаммы нет, не фонят по гамме. Потому что нужно обязательно замерять слюдяным щетчиком. Чем почувствительнее, тем лучше. Вот этот у меня самый чувствительный. Бета-5 и СБТ-10А. Вот этот БТ-5. Они самые чувствительные оба. Хотя СБТ-10А лучше, он более чувствительный. Вот, замеряем в режиме бета. Бета-поток. Погрешность пусть упадет до 12%. Ждем. Здесь фоновых 13 распадов. 12-13 распадов фоновых. Их нужно отминусовать. Если будет больше 13 распадов на сантиметр квадратную минуту, при погрешности 12%, тогда значит есть бета- либо альфа-излучение. Если оно будет, тогда мы разделим. Я возьму листочек бумаги, и мы проверим, это альфа- или бета-излучение. Здесь нет. Вот уже погрешность упала. Обычный фон. Прибор очень точный. На днях калибровали его на заводе производителя. Прямо на контрольных источниках. Все. Эти грибочки по альфа- и по бете чистые. В гамма-спектрометр покажу спектр, потом отдельно. Убираем их. Следующий образец у нас. Следующий будут яблоки. Яблок много. Можем вот так многое наставить. И замеряем сейчас. Гробый замер быстро сделаем на всю площадь счетчика. И ждем погрешности 12%. Замеряем яблоки. Вот так далее. тоже 13 фоновых все отлично чистые яблоки по бета и альфа дальше грибочек также почти весь счетчик закрывают перезапускаем это режим проверяем что покажет наш грибочек ждем к погрешностью пойдет до 12 процентов грибочек показывает превышение на два микрорентгена в час как видите фон то у нас 13 фоновых распадов здесь уже 16 значит есть что-то либо калий 40 либо цези 137 либо стронций 90 на гомоспектре посмотрим что в этом грибочке превышение есть 17 уже на 3 на 4 распада на 18 уже и растет смотрите в грибочке что-то явно есть это сто процентов то не просто так хорошо вот превышение небольшое совсем на 4 распада сантиметр но будем проверять на гамма-спектрометры уже что это дальше следующее у нас такая рябина или что за ягоды непонятно черная рябина похоже черная рябина это шиповник так перезапускаем измерение заново давайте рябину черную начали ждем пока погрешность упадет тоже есть превышение 17 распадом видите 17 при 12 процентов погрешности 16 и 16 будем считать хотя нет 17 теперь рядом поставлю чтоб еще раз проверим фон не поднялся ли у нас фон подождем на чистом месте до 12 процентов погрешность нет он не поднялся даже опустился 11 10 11 распадом всего 11 11 сейчас фоновых распадов на сантиметра квадратную минуту хорошо теперь шиповник проверяем шиповник нужно обязательно перезапустить то есть обнулить замеряем и подальше от рябины потому что она так шиповники тоже вроде есть превышение сейчас посмотрим тоже есть превышение 17 распадов против 11 фоновых 18 даже посмотрим на грамма спектре это калий-40 либо чернобыльские радиоизотопы все проверим это команда шиповник стать из командного пункта в описании позже напишу дальше 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 будем тестить рябины рябина вот так она выглядит сейчас покажу когда замеряете будьте внимательно чтобы себе слюду в дозиметре не прокололи вот этими ветками острыми прижимайте очень-очень аккуратно это все дело вот так там острова не было проверяйте перезапускаю измерение замеряем рябину тоже командный пункт тоже есть превышение фоновых 11 распадов рябина нам показывает 18 мы проверим все тут два варианта либо это калий-40 либо какие-то чернобыльские изотопы гамма спектрометры все покажет а если он не покажет ничего значит это стронций 90 или и 390 либо плутоний то есть любые альфа либо бета изотопы которые фонят по альфа излучения и бета частицам так 18 есть есть превышение эту на контроль она радиоактивно фонит но пока непонятно чем следующую следующая у нас рябина любительская первая 1 сейчас проверю эти ветки без ветки ветки тоже могут фонит они напитывают в себя тоже хорошо особенно кто не знал черника там не только же ягоды фонят даже листья и ветки напитываются ну вот я здесь только 37 очень хорошо так перезапускаем измерение черничку номер один и питер нет фона они может есть ждем пока погрешностью пойдет это важно да есть превышение 17 распадов 1617 да есть есть превышение все откладываем в стороночку это у нас тоже радиоактивно оказывается идет на дальнейшую проверку вот такой быстрый экспресс тест вот так можете определить очень по-быстрому то есть приложили вплотную окс люди сухой продукт чем поближе все если есть превышение тут просто не кушайте так и отправьте кому-то кто сможет вам провести детальный анализ например мне включали это бесплатно вам сделаю вот если конечно время будет так здесь очень острые штуки следу можно проткнуть вот так лучше пальцами прижать проверить так есть ли острые или нет там проверяем эту еще вот так вот так вот так здесь нет превышение это e��록 цер два подписанных а хотя нет какой то есть 14 распадов тоже на контроль фоновых у нас 11. Да, хорошо. Тоже зафиксировали небольшое, но здесь меньше превышение, там вообще по 17. Ну все. Напоследок немножко жести вам. Вот. Светофильтр огромный. ЖС-19. Ну как пулемет строчит. Убираю. Тишина. Ставлю. Красота. Звук такой, как у пулемета реально. У всех там писки или что-то. Здесь такой глухой, как у пулемета. Вот 1008 всего вместе с фоном распада. Покажу, как я приложил. Закрыл полностью счетчик. Да, полностью. Вот. Замеряем побольше. Посмотрим. Вот это эталонный контрольный источник. Как так совпало? Ровно 1000 распадов на сантиметре квадратную минуту. Ровно. Не больше, не меньше. Обалдеть. Ну давайте с другой стороны. Переворачиваю. Ну прям пулемет. Тоже 1000. Ну чуть-чуть больше. Но я ровно хоть поставил. Это вроде ровно, да. С этой стороны чуть-чуть больше. А нет, так же. На 10 распадов больше. 10 распадов. Хотя даже на 20 распадов. Смотрите. Теперь фоновые значения. Смотрим, какие фоновые. Моментально сбросил дозиметр. Сам погрешность увеличилась, начало падать. Вот. Смотрим, сколько фоновых реальных распада у нас. Ну 13. Ну всё. Всем пока. Ну всё. Вот так вот.